Друзья, это ролик про вентиляцию в моем курятнике. Недавно поймал себя на мысли, что снимал и про кормление, и про паение, про обогрев, про обогреватели, большинство из которых сделал сам. А вот тема вентиляции касался все как-то вскользь. Или же приходилось в комментариях отвечать, как же устроена эта система вентиляции в курятнике. Сейчас же хочу рассказать кратенько и понятно. Ну, для начала, курятник. Работает 365 дней в году, расположен на даче. Он автономный, можем отсутствовать до месяца, и с курочками все хорошо. Но это не тема нашего ролика. Оставлю ссылочку в описании к этому материалу, как же все у нас устроено. А мы давайте все же про вентиляцию. ЛАЗ открыт 365 дней в году, 24 часа в сутки. Думал делать какую-то задвижку автоматическую, но потом эту мысль от себя отогнал. Все же пусть будет постоянно открыт. Чуть-чуть его три года назад приподнял, поскольку заметало в сильной метели. Сейчас сантиметров 30, наверное, от поверхности пола, зоны выгула. Ну, за три года никогда не замечал, что что-то с ним не так. Через этот же ЛАЗ, как и курочки, заходит свежий воздух. Давайте попадем в помещение столовой. Это помещение столовой. Здесь располагается бункерная кормушка примерно на 90 килограммов сухого корма. Ну, как я уже сказал, ее хватает примерно на месяц 25 корм. Но по месяцу мы редко отсутствуем. Зимой нас не бывает одну, две, три недели. Вполне все нормально работает. Так, вот этот ЛАЗ. Как я уже сказал, отсюда заходит свежий воздух. Далее курочки попадают в помещение столовой. Тут они могут покушать. И когда уже идут спать или нестись, допустим, они проходят в следующий ЛАЗ. Сюда же идет свежий воздух. Вслед за курочками. Заходим в помещение теплушки, так называемой. Тут располагаются у нас гнезда для яйценоскости. Тут располагаются насесты. И тут располагается 80-литровая поилка. Воздух, попадая сюда, вот через этот ЛАЗ, я вам его показывал. Вот вход. Вот, как говорится, выход. Далее попадает в это помещение. Здесь он, естественно, нагревается, поскольку выход воздуха в дальнем углу через 50-ю канализационную трубу. Просто наружу. Можно спросить, а как же вы его чистите? Ну, на самом деле, ничего сложного. Мы просто иногда берем вот такую сосновую веточку. И... Сейчас надо пройти туда. И просто суем вовнутрь. Вот так. Сейчас я вам покажу, где она вышла. Вот так у нас будет осуществляться чистка. Так, мы сейчас беспокоим корочка. Они тут несутся, поэтому надо отсюда уйти. Так, Элвис, позволь выйти. Вот видите, даже большой Элвис, 5-килограммовый. Спокойник раз, и все, и на улицу. А мы идем в заднюю часть зоны выгула. И я вам покажу, как вентиляция выходит из моего курятника. И, соответственно, как выходит оттуда воздух, который отработал. Вот мы видим конец трубы, конец веточки, которую только что сунули. И сейчас мы прочистим нашу вентиляцию. Все. Вентиляция прочищена. Все очень хорошо. Раньше у меня была более сложная конструкция. Здесь было продолжение трубы. Труба шла наверх, там был зонтик и все такое. Но настолько много снега бывает вот в этой зоне, что иногда зонтик заметало, и, соответственно, была закупорка. Поэтому я все снял и просто оставил вот такую трубу, ее кусочек. Муфту, можно сказать, да? Здесь муфта как раз соединительная. Все очень хорошо работает. Я никогда не чувствую запах аммиака. Знаете, бывает, когда запах и такой запашок стоит и чем-то напоминает аммиак. Вот у меня такого нет. Конечно же, животными пахнет, пометом пахнет, безусловно. Сейчас у нас вообще вот грязюка, весна. Ну, курочкам это не мешает. Ну, а я потерплю, ничего страшного. Вот таким образом, друзья мои, устроена у меня вентиляция. Лаз. Лаз. И канализационная труба. Все очень хорошо работает. Обязательно задавайте вопросы в комментариях. Например, а почему ты не поставишь вентилятор и реле? И пусть он у тебя работает время от времени, 5 минут в час. Сразу отвечу на этот вопрос, чтобы не дискутировать, не заниматься лишней писаниной. Друзья мои, этого не требуется. Прекрасная вентиляция. Никакого сквозняка я здесь не чувствую. Очень все хорошо. Греет вот такой обогреватель ночью, днем. Ну, чаще всего работает вот такая инфракрасная лампа. Сейчас температура в курятнике. Ну, вот мы дверь открыли, она гуляет на улице минус 2. Ну, уже к нулю, наверное, уже тает все. А здесь 20 практически. Все хорошо. Горочки чувствуют себя великолепно. Нормально несутся. Корм подсыпается, все хорошо. Так что, вот так выглядит вентиляция в моем курятнике. Естественно, никаких вентиляторов, никаких принудительных устройств. Надеюсь, друзья, ролик чем-то вам помог, натолкнул на какую-то мысль или же на какой-то вопрос. Обязательно задавайте его в комментариях, я обязательно отвечу. Спасибо за внимание. Ну, еще что-нибудь ставлю после того, как попрощаюсь традиционно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok